Так, еще раз здравствуйте. Меня зовут Антон Воробьев, я руководитель проектов по внедрению Pyrus и также руковожу сообществом и поддерживаю сообщество пользователей Pyrus. И сегодня мы будем говорить о том, как работать в системе, как начать работу и что из себя в принципе представляет наша система. Так, значит наш вебинар, он транслируется для тех, кто смотрит в зуме, он идет в зуме. Часть людей, она смотрит наш вебинар через трансляцию в группе, соответственно, я буду время от времени смотреть туда, там тоже могут быть вопросы, ну и как будет построен наш вебинар сегодня. А в нем будет три содержательных части. Первая часть, она, соответственно, говорит о том, что из себя в принципе представляет система, это такая общая презентационная часть, что из себя в принципе представляет система, какие основные элементы в ней есть и как оно работает. Вот, вторая часть, это демонстрация, как все эти принципы реализовать на практике. И третья часть, это ответы на вопросы. В рамках ответов на вопросы у нас такое свободное общение, что если есть какие-то нюансы, которые нужно объяснить, которыми нужно разобраться, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Какие механизмы у вас для этого есть? У вас есть чат и у вас есть блок Q&A внизу. Вот, и давайте сейчас у нас, раз народ собрался, да, давайте вот мы сейчас немножко, вы узнали о том, как у нас все происходит, давайте узнаем, кто к нам пришел, чтобы понять, мы, сколько вебинары ведутся вживую, всегда есть возможность немножечко подредактировать содержимое вебинара, подредактировать акценты внимания. Раньше мне удавалось рассказать про Pyrus там за два часа, потом это было четыре часа, сейчас курс уже восемь часов, шестнадцать часов с практикой, да, то есть, и вот объем информации все время растет, и поэтому вот хочется сфокусироваться на том, что важно для тех, кто пришел. Запускаю опрос. Пожалуйста, давайте посмотрим, познакомимся. Кто у нас здесь есть? Ага, вот. Большая часть людей смотрят вебинары впервые, при этом системой знакома большая часть все-таки новички в системе, меньше недели, да, там есть от недели до месяца, от месяца до трех, от трех месяцев до полугода, и большая часть людей, она не является администраторами организации. Значит, смотрите, тут история вот какая, что часть функционала, которую я буду показывать, она доступна только администраторам, поэтому для вас будет важно, что этот функционал в системе есть, и вы можете его настроить, но иногда вам нужно будет связываться с администраторами системы, чтобы этот блок вы смогли у себя качественно настроить. Так, ну вот уже 80% проголосовало. Так, завершаем запрос, давайте посмотрим на результаты, то есть у нас подавляющее большинство это смотрит вебинар в первый раз. Ну, тогда, собственно, я начну, действительно, мы начинаем наш вебинар, и начнем про то, что из себя представляет система в принципе, и как вы можете излечь из нее пользу. Итак, основной идеей Pyrus является то, что Pyrus является единым центром принятия решений в компании, и при этом позволяет проводить настройки без программирования. То есть информация по бизнес-процессам стекается к людям разным, и люди, они могут быстро принять решение и быстро ответить на заданный опрос. Почему мы говорим вот это быстро, и это быстро важно? Дело в том, что в современном мире бизнес-процессы постоянно ускоряются, и все время решение хочется принимать, избежать задержек в принятии решения. Ситуация очень быстро меняется. Поэтому вот эта цепочка, она должна очень быстро, информация должна быстро передаваться по цепочке. Нам не нравится, когда мы ждем ответа, когда мы послали запрос на подтверждение, например, договора, ждем на него ответа день-два, на третий день ответ пришел, но клиент уже ушел. Вот это для нас ситуация такая неприемлемая. Поэтому ответы должны быть достаточно быстро. С другой стороны, в Пайрусе большая часть настроек возможна без программирования. Это делается при помощи готовых шаблонов, при помощи визуального редактора, форм того, что настройки маршрута можно сделать в визуальном редакторе. И эти процессы могут делать бизнес-пользователи, которые непосредственно участвуют в исполнении процесса. То есть они могут поворачивать систему под изменение потребностей их бизнеса. И это тоже быстрый процесс, который позволяет находиться в контакте. Не то, что мы когда-то там три года назад запрограммировали что-то, оно у нас до сих пор работает, ситуация поменялась, но нам надо еще два года на согласование ТЗ доработки, чтобы оно стало работать, как нам хочется. За это время мир уже уйдет вперед. Вот в Пайрусе это все можно делать оперативно. Кроме этого, второй момент такой, что у людей должен быть навык коммуникации. То есть, что это Пайрус не только система обмена информацией и заданиями, но это удобная среда коммуникации, в которой пользователям хочется и понятно, как обмениваться сообщениями. За счет чего это сделано? Сделано это за счет того, что для мобильной версии Пайрус во многом использует позитивный опыт работы с мессенджерами, для веб-версии с электронной почтой. То есть, пользователям не надо дополнительно проходить какое-то сложное обучение для того, чтобы задать какой-то вопрос по той задаче, которая к ним пришла. И они уже могут делать это так же, как это делают мессенджеры, как почты. С другой стороны, у мессенджеров и почты есть особенность, что это инструменты не структурной коммуникации. То есть, мы можем вести огромный диалог в чате, там что-то обсуждать, но когда встает вопрос про деловую часть, а кто конкретно это делает, о какому сроку, какие результаты должны быть, то здесь мессенджер нам мало помогает. Информация теряется в бесконечном чате, информация уходит, человек может не увидеть сообщение. Если человек уволился из компании, то мы всю эту переписку вообще потеряли. И для нас это как-то как в компании, с точки зрения деловой коммуникации, это неприемлемо. Поэтому в Pyros вся информация остается в компании. В Pyros мы в рамках каждой коммуникации можем выбрать либо исполнителя, либо последовательность исполнителей, которые должны что-то сделать по этому поводу. Можем поставить сроки и после этого можем посмотреть на то, как мы работаем со стороны. То есть, провести анализ. А насколько быстро мы отвечаем на запросы клиентов? Насколько эффективно мы устраняем проблемы пользователей? Есть ли у нас просрочка? Как клиенты реагируют на нашу работу? И это дает возможность сделать дальше, потом выполнять такие вот более тонкие настройки бизнеса. Настройки, значит, работа идет в рамках процесса. Здесь показаны примеры бизнес-процессов, в которых уже Pyros поработал. Это примеры наших клиентов, они из совершенно разных областей. И это еще одно преимущество системы в том, что это одна система для многих процессов. То есть, не надо заводить, покупать системы 1, 2, 3, 4, 5, организовывать обмен данными между ними. Здесь много процессов можно сделать в одной системе, и пользователи привыкают, людям удобно работать в одной системе, и они могут коммуницировать в рамках одной системы и передавать информацию между разными процессами. Pyros работает на разных платформах, на компьютерах, на мобильных платформах, от планшетов на смартфонах до часов. Pyros работает на наиболее популярных сейчас мобильных платформах. Есть нативные приложения для Apple, для Google. Кроме этого, особенностью Pyros является то, что в нем очень хорошо реализован оффлайн-режим. Почему это важно? Несмотря на то, что мы постоянно привыкли быть онлайн, да, и вроде бы быстро обмениваемся сообщениями, то вот те люди, которые принимают решения, они перегружены этими сообщениями, и часто у них возникает возможность сесть и подумать, как раз когда нет связи. И есть возможность разобрать тот вал запросов, который пришел. Pyros помогает это сделать. Он пока есть онлайн, он накапливает входящую информацию. Когда у нас возник перерыв в работе, то можно проанализировать эту информацию, ответить. И ответы, когда телефон или мобильное устройство окажется в радиусе связи, они отправятся вашему контрагенту, адресату, кому вы ответили. Pyros является победителем национальной премии «Цифровые вершины как лучшее решение для бизнес-коммуникации». То есть это показывает то, что это не только наше мнение о системе, что мы считаем, что мы самые лучшие, но и некоторая объективная оценка. На данном слайде представлены наши клиенты. Это, как видно здесь, компании из разных областей. И производственные, и творческие компании, и IT-компании, и банки. Что показывает, что система достаточно надежная и обеспечивает достаточную конфиденциальность. Как примеры наших клиентов, это вот Совкомбанк, уже почти 20 тысяч сотрудников. Начиналось все с электронного голосования Совета директоров. Сейчас это и контроль за удаленными подразделениями, и контактный центр. И вообще, в принципе, это крупнейшее облачное внедрение в России, которое только есть сейчас, на данный момент. Кроме того, в Совкомбанке, когда происходит автоматизация следующего процесса, возникает вопрос, почему нельзя сделать в Pyros. Это первый вопрос. Второе, такой, наверное, наиболее быстро растущий наш клиент, это Dota Pizza. Вот 2000 сотрудников. Этот слайд надо постоянно обновлять. Сейчас уже больше 2,5 тысяч сотрудников работают в 10 странах, будут открываться каждый год, открываются новые страны. И это контактный центр, который обрабатывает больше 15 тысяч обращений клиентов в день. То есть, это показывает, насколько высоконагруженным может быть процесс, но при этом есть тоже масса других процессов. Это кандидаты на удаленную работу, рецептура, договора с поставщиками. То есть, тоже очень много процессов. HOF – это пример такого ритейла, который завязан на такой физический товар. И здесь интересный процесс – это мониторинг обработок заявок на замену брака, потому что нужно очень быстро людям отвечать, если у них что-то привезли не то, а у них там кухня в полуразобранном состоянии, людей это нервирует. И вот внедрение Pyros помогло выявить точки, в которых этот процесс тормозился, и ликвидировать их. Иви – это омниканальный центр, в который чат встроен в приложении на сайт, интеграция с телефонией, запись разговоров. То есть, все это позволяет контакт-центру быть на связи и максимально быстро отвечать. В итоге, Pyros помогает провести гибкую автоматизацию процессов, настроить коммуникацию в едином пространстве. За счет того, что есть внутренние инструменты low-code и no-code, когда не нужно привлекать программистов, а можно настроить при помощи визуальных инструментов. Процесс настраивается достаточно быстро, за 20 минут. При помощи готовых инструментов, готовых шаблонов, это можно сделать еще быстрее, если они помогают вам. И удобный интерфейс помогает пользователям быстро войти в систему и начать работу. Сейчас мы будем переходить к демонстрации работы системы. И перед тем, как это сделать, давайте устроим еще небольшой опросик. Что бы вам хотелось узнать про работу, на чем мы будем фокусироваться? Начинаем. У нас есть этот запрос. Буквально минуту-две. Начали с отпуска. Ну вот сейчас ушел. То есть, действительно, мы рекомендуем обязательно включать отпуск в процессы, которые важны для того, чтобы люди сами попробовали работать. Сейчас я вижу, что сейчас есть 50, примерно наполам поделились и процессы, и задачи. Небольшой интерес к организации, задач, список и интеграции. Наиболее такой популярный процесс – это СРМ. Потом идет обращение клиента, согласование договоров. Давайте сейчас так, 76 проголосовало, минута прошла, чтобы так динамично нашло. Так, давайте еще подождем секунд 20, посмотрим, может тут еще определиться с мнением и посмотрим, как оно происходит. Так, смотрим. У нас самая интересная – это настройка бизнес-процессов и самый важный процесс – СРМ. Ага, вот пошли вопросы какие-то в чате, да, вот не стесняйтесь задавать. Где происходит опрос, в зуме ничего нет. Смотрите, Владислав, у вас должен быть в зуме такое окошко должно появиться, мне вот зум показывает, что окно такое появляется, всплывающее. Вот, я надеюсь, что если вы в зуме, то у вас сейчас должно это окно показаться с результатами. Ну, в следующий раз я прошу, чтобы кто-то из моих коллег посмотрел с точки зрения участника, как это выглядит, потому что обычно с этим проблемой не возникает. Ну, сейчас пока можете писать вопросы сюда, в чат, очень хорошо, что начали. Спасибо большое. Итак, самое интересное – бизнес-процессы и СРМ. Окей. Так, значит, тогда заканчиваем просмотр, да, и переходим к собственной системе. Ну да, основное желание пользователя сделать все хорошо, и давайте смотреть, как это происходит. Итак, то, что вы видите, когда заходите в Pyrus, это вот экран входящих, да, то есть у входящих у нас есть список задач, с которыми нам надо разобраться, и список тех процессов, в которых нам надо принять участие. Значит, что здесь есть у входящих? Те задачи, которые разовые, они, вот есть у них номер, есть название, тут виден последний комментарий по задаче. Если у задачи срок уже прошел, то она показана красным. Если у задачи срок приходит уже очень быстро, то это желтенько. Те задачи, по которым были новые, новая информация была с момента нашего последнего просмотра задачи, отмечены жирным. Также мы посмотрим, как это делается, задачи по форумам, они сгруппированы, вот, и мы можем туда зайти и более подробно посмотреть. Так, какой-то вопрос есть. Возникает вопрос, воронку продаж можно ли ввести в Pyrus? Ну, тут вопрос, да, в том, что вы подразумеваете под воронкой продаж, мы будем, когда формы разбирать, то мы посмотрим на сводку и то, как у нас задача проходит по этапам, и эту визуализацию. То есть, тогда вы посмотрите, насколько это соответствует вашему пониманию воронки продаж, потому что под воронкой продаж, к сожалению, сейчас люди понимают совершенно разные вещи. То есть, ну, базовый ответ, да, можно, да, вопрос, на какой детализации. Мы на этот вопрос дадим ответ, когда будем разбирать форму. Итак, мы посмотрели на входящие, мы посмотрели, что от нас много чего-то кто-то хочет, давайте посмотрим с обратной стороны, если мы от кого-то что-то хотим, то что нам делать? Для этого у нас есть блок «Новая задача», мы ставим кому-то новую задачу, там, разобраться с Pyrus. Вот, значит, мы сейчас будем идти от задач к формам, потому что форма – это такая настройка над задачами, чтобы все-все поняли, что происходит. Значит, разобраться с Pyrus, то есть, с чем будем разбираться, задачи, формы, списки, например, да, там и интеграции. Вот, дальше мы говорим, кому мы хотим поставить эту задачу. Например, тут я и работаю с Петро Образцовым, я хочу поставить задачу себе же, но я хочу узнать, например, все ли я учел. Видите, когда я добавил человек, у меня выдалась подсказка. Вот, у меня есть подсказка. Когда я на нее нажимаю, я добавляю человека в задачу, в наблюдателя, вот, и, соответственно, эти люди будут участвовать, видеть задачу во входящих и по ней как-то коммуницировать. Что я могу делать, кроме этого? Кроме этого, я могу установить срок, что я хочу узнать это, например, сегодня. Могу детализировать, что я хочу узнать это сегодня, там, не знаю, в 12.30. Могу детализировать, что я хочу посвятить этому час времени, там, два часа времени. Вот мы, например, будем разбираться с Pyrus. Ну, или давайте мы, например, поставим, что мы, например, начинаем в 11.30, там и час разбираемся. Вот, применить, отправить. И что произошло? Вот у меня появилась задача разобраться с Pyrus. Вот тут с предыдущего вебинара разобраться с Pyrus. Видно, что задача с предыдущего вебинара просрочена. Задача с текущего вебинара, она покрасена в желтый цвет. Если я считаю, что эта задача важна, я могу точно так же запинить ее, и она у меня появится вверху. А эту задачу мы, например, распинем, да, она уже, наверное, не так актуальна. Что я могу сделать в задаче? Внутри задачи у меня вот виден ответственный, да, то есть я могу передать ответственность на кого-то другого, могу сделать это через здесь, могу сделать это здесь, назначить ответственность, например, передать Ульяне Егорову, и здесь все будет видно. Обратите внимание, что вся информация по задаче, она находится внутри, и у нас в задаче здесь, в Pyrus есть два принципа. Первый принцип – это, значит, свобода. Второй принцип – ответственность. То есть когда мы будем говорить про форму, про настройки, про жесткость, потому что часто спрашивают, а можно ли запретить всем делать вот это, 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 это. Вот, какие-то ограничения есть, но в целом мы считаем, что сильно много запретов – это плохо, потому что это может поломать бизнес-процесс в неожиданном месте. Поэтому в Pyrus есть два принципа. Первый принцип – это свобода, что мы верим в здравомыслие и разумность людей, поэтому запретов делаем немного. Второе – это ответственность, что мы верим, что эти люди отвечают за свои действия, и они стремятся сделать хорошо, но при этом человек должен говорить, что да, я это сделал, и потом мы можем устроить какой-то разбор полетов. Именно для этого все действия, задачи логируются, и мы здесь можем посмотреть, показать все обновления. У нас будет много-много-много здесь действий. Вот, что мы еще можем делать с задачей? То есть первое, что мы можем, мы можем уже отредактировать наш комментарий, например, мы понимаем, что все ошибаются, но заодно мы можем посмотреть, как работает наша система форматирования. Видите, мы можем сделать жирненьким, можем сказать, что это у нас должен быть список. Вот, можем приложить файлы. Прилагать файлы можем как с локального диска, при этом они будут храниться в системе. То есть, ну вот, какие-то есть логотипы наших клиентов, да, там, ну вот, прикладываем файл 3 баранда. Вот, значит, но также можем предлагать файлы, которые хранятся на облачном хранилище, на Google диске, Dropbox, Box.com, OneDrive, либо вставлять фото или ссылку с фото из этого клипборта. То есть я сейчас делаю скриншот нашего экрана. Вот. И сделаю загрузку из буфера. Вот у нас загрузка из буфера пришла. Она тоже будет в Friends of Pyrus. Отправляем. Посмотрим, что у нас получилось. У нас появился, появились форматированный текст, у нас появилась картинка, вот, мы можем на нее посмотреть, да, то есть вот эти картинки. Вот. Теперь, допустим, у нас эта картинка стала неактуальной, у нас есть более новая версия задачи. Давайте сейчас делаем следующий скриншот и посмотрим, как работает версионный с файлами. Так. 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 Новый скриншот мы делаем. Вот сделали новый скриншот. Так. И теперь мы говорим, мы хотим изменить файл. Да, так. А, только мне дают, я сохранил. Вот, надо. Так. Save snip. Capture в pictures, да, давайте. Так. Ну, давайте заменим. Да, значит. Так. Значит, мы идем в pictures. И здесь ищем capture. Вот, мы ее добавили, отправляем, смотрим, что у нас в задаче произошло. Видите, он нам показывает, что данный файл неактуален. И вот здесь справа у нас видно, что есть разные версии этого файла. Также мы можем справа сделать панель просмотра файлов. Вот он нам будет показывать новую версию файла. Если мы зайдем в меню просмотра и будем смотреть на неактуальную версию, он нам будет говорить, что файл неактуален. Здесь актуальная версия. Это важно, если вы работаете с другими людьми, чтобы случайно человек не ошибся. Так, что еще здесь можно делать? Если мы ведем учет времени, мы можем добавлять время, которое пришло, прошло по задаче, то есть, ну там, не знаю, ввел вебинар. Вот, отправляем, смотрим, что у нас в задаче. Увидим, что у нас здесь есть время. Это время потом можно будет посмотреть в аналитике. Также мы можем задачу поставить на контроль. Что это означает? У нас есть специальная папка здесь на контроле, в которой будут те задачи, по которым мы хотим быть в курсе. Соответственно, мы можем ее время от времени мониторить, смотреть, нет ли там чего нового. Что еще можно делать с задачей? Так, менять срок, сказали. Да, менять ответственность. Можно добавить Zoom-встречу. Тогда мы прямо отсюда попадем на нее. Можно добавлять участников, можно добавлять вот так, через так. Ну, либо просто пишем. Добавляем участников. Форматируем текст, вставляем смайлики, загружаем файл. То есть, ну, вот тут такое основное, то, что здесь можно сделать, сказали. Так, теперь давайте посмотрим. Вот тут у нас возникает вопрос. Все ли пользователи видят задачи других пользователей, если они не являются наблюдателями по задачам? Давайте посмотрим, как это работает. Вот здесь у нас есть знак замка. Мы можем посмотреть, кто имеет доступ к задаче. Итак, кто имеет... Значит, у нас задачи имеет автор, имеет доступ участник. Ну, то есть сейчас Ульяна ответственна. Если бы она была наблюдателем, она была бы участником задач. Кроме этого, у нас могут быть суперадминистраторы в компании. Они могут видеть все задачи сотрудников. Как еще можно получить доступ? Еще доступ можно получить через список. Так, давайте попробуем добавить в список первого приоритета посмотреть. Так, нет. В первом приоритете у нас что-то нету никого. То есть, так, в вебинаре, в списке вебинаров есть у нас какие-нибудь участники? Нет. Давайте мы добавим сюда пользователей. Не знаю, Алексей Титов, например. Мы добавили сюда пользователей Алексея Титов. Вот у нас есть раздел «Последние», в котором видны последние задачи, с которыми мы работаем. Добавляем задачу в список вебинаров. Давайте посмотрим, что получилось. Видите, у нас появился Алексей Титов, участник списка вебинаров. И также у нас задача может быть по форме. И в форме у нас будет маршрутизация. Тогда они попадут в участники задачи. И могут быть отдельные доступы. Это может быть доступ предоставлен по форме. Если эти доступы есть, пользователь видит задачу. Если доступов нету, то пользователь задачу не видит. Поэтому, в целом, вы можете создавать такие задачи, которые другие пользователи не видят. Так что, надеюсь, Евгений, я ответил на ваш вопрос. Заодно мы разобрали такой интересный момент с доступом. Продолжаем двигаться дальше по задаче. И то, что мы стали делать, когда у нас есть задачи, мы стали добавлять их в списки. Списки. Сначала у нас была задача, 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 задача. Их стало достаточно много. Они там у нас появлялись у входящих. Мы с ними что-то делали. И когда этих задача становится слишком много, нам надо как-то их организовывать. И мы как организуем, мы добавляем их в списки. Список мы можем здесь выбрать. Первый приоритет. Там можем, не знаю, отдел логистики выбрать. А если... А, уже выбрали. Так, галочка медленнее стала. А если у нас, значит, есть списка нету, то мы можем сделать список совсем новый. То есть он нам создаст новый список. Мы их у нас достаточно много. Вот у нас задача добавлена в три списка. Давайте посмотрим, что с этим происходит. Если мы нажмем на список отдела логистики, он нам покажет все задачи, которые в этом списке есть. Также вот метками будут другие списки. В настройках списка мы можем задать цвет, можем задать описание, можем задавать под списки и задавать те, кто являются участниками. Администратор может добавлять других участников, но все участники будут получать доступ к списку. Ну, при этом мы можем на него смотреть. Списки мы можем сортировать по активности под сроку, можем посмотреть списки, например, КОА. Какая-то странная задача. Можем вернуться обратно в отдел логистики. А если нам нужно лучше визуализировать задачи, мы можем посмотреть доску. То есть, видите, у нас доска, здесь у нас под списки становятся столбцами, и дальше мы можем потихонечку перетаскивать задачи из одной колонки в другую, менять приоритеты, и это будет визуально видеть команда. То есть, если задач больше одной, у нас здесь будет показано, сколько задач есть. Тем самым мы можем организовать себе VIP-лимиты, которые технологии Kanban предполагаются. При этом, если у нас задач совсем много, то есть, например, у нас задачи в отдел логистики приходят с разных направлений, и мы хотим посмотреть, какие задачи из нашего направления находятся в отделе логистики. Мы можем добавить фильтр по вебинару, и видим, что без вебинара в отдел логистики пришло не так много задач. Соответственно, вот списки помогают организовать задачи, помогают сгруппировать их, помогают управлять приоритетами. Кроме этого, мы можем посмотреть аналитику, мы можем посмотреть, сколько в рамках этого списка задач выполнено, сколько просрочено, сколько времени списано. В каждый блок мы можем зайти, посмотреть, кто и что там делал, и дальше провалиться в задачу, и посмотреть более подробную историю. Итак, это то, что касалось задач, списков. Еще пара моментов, что мы можем сделать с задачей. Иногда нам нужно сделать так, чтобы с этой задачей, например, мы понимаем, что сейчас мы ничего сделать не можем, но у меня будет совещание в 3 часа, в которой я смогу с ней что-то сделать. Для этого есть напоминание. Я могу нажать напомнить и скажу, что я хочу, чтобы это напоминание произошло в 3 часа сегодня, и применить. Эта задача тогда пропадет из списка входящих, и она попадет в отдел с напоминаниями. Значит, вот эти разделы здесь помогают организовывать задачи. Аналитика нам показывает общую аналитику по компании, кто что сколько сделал, выполнил, просрочил. Календарь нам показывает календарный вид. То есть, вот видите, у нас здесь в этом календарном виде наша задача разобраться с Pyros, она встречается дважды. То есть, она один раз встречается как задача со сроком, второй раз встречается как напоминание в 4 часа. Мы можем сделать там более развернутую, можем сделать менее развернутую, можем на неделю смотреть, можем смотреть списком задачи. И здесь мы можем посмотреть задачи, нужны только для меня, или те, к которым у меня есть доступ. Вот видим, что здесь у меня задач стало больше. Если я делаю задачи для меня, это там их стало меньше. Также можно отфильтровать календарь по спискам, по форумам. Ну, по форумам немножко позже поговорим. Это позволяет сфокусироваться на какой-то определенной деятельности. Так, осталось еще два момента по задаче, мы перейдем к форуму. Значит, первый момент по задачам, что у нас здесь бывают регулярные, повторяющиеся задачи. Например, я хочу заплатить налоги. И это надо делать. Мы говорим, что налоги у нас делаются ежегодно. Мы должны повторять там каждое, не знаю, 20 апреля. Потому что там до конца апреля надо и заплатить. То есть применить. Говорим, что я это должен сделать. Можем также сказать, что там... Вот у нас задача попадет в повторяющиеся. Вот. Ну и видим, что у нас... Вот видно, когда в следующий раз она будет сделана. Вот заплатить налоги здесь два момента. То есть на самом деле заплатить налоги надо в апреле, а потом отчет надо сдать в марте. Вот. Поэтому вот здесь мы можем ее управлять. А также мы можем вставить сюда placeholder, вот такие доллар, которые помогают сделать так, чтобы у нас в моменте... То есть чтобы мы понимали, что за какой месяц мы платим. В тот момент, когда эта задача будет создана, то эта задача, placeholder, будет заменена тем сроком, который у нас есть. Вот. Так, это что касается задач. Теперь давайте вопрос встает, а как посмотреть, какие задачи у нас были. Мы можем сделать это в последних. Это те задачи, про которые мы говорили. Мы можем это посмотреть все задачи, все задачи, к которым у нас есть доступ. Мы можем посмотреть все это в активных. Те задачи, которые еще не завершены. Мы можем посмотреть для меня, это те задачи, у которых я ответственный. То есть вот видим эти задачи. Можем посмотреть от меня список, хотела дачи которых я которые я создал и также можем воспользоваться поиском просто по слову либо воспользоваться расширенным поиском например я можно посмотреть разобраться где автор был я и которые были созданы в текущем году так сказать вот он нам сейчас вот нам дал все задачи с наших разных вебинаров да я могу в принципе здесь начинать ну вот например если меня так так есть увидите мне дают такие результаты поиска по задачам может быть я угадал либо он показывает еще формы списке и людей или роли вот кстати что такое роль иногда нам надо чтобы у нас есть несколько людей которые обладают одним и тем же функционалом бухгалтеры например программисты например не знаю сотрудники поддержки кто-то еще там логисты любой из них то есть когда мы создаем задачу мы нам они в принципе одинаковые да нам неважно кто из них эту задачу будет выполнять тогда мы можем начать задачу на роль вот в роли есть участники роли для того чтобы редактировать роль нужно административный аккаунт а вот и мы можем добавлять роль можем добавлять нее участников вот и что тогда произойдет если задача впадает на роль то все участники у всех участников роли она получается во входящих все участники роли могут совершить по ней какое-то действие ну кажется мы достаточно много про это говорили теперь давайте переходим к форму вот что такое форма форма это некий механизм который позволяет организовать задачи в рамках типовых бизнес-процесс но в принципе нам ничего не мешало ставить новую задачу там подписали создать договор автоматом добавлять нее каждый раз руками людей и говорить мне нужны такие документы пожалуйста пришлите писать текст но удобнее это будет делать если у нас в форме есть какие-то поля и маршрутизации давайте посмотрим как это выглядит вот когда мы настраиваем бизнес-процесс то у нас есть некая такая последовательность что мы определяем зачем нужен бизнес-процесс идентифицируем кто в этом процессе участвует дальше делаем декомпозицию по шагам проверяем результат каждого шага ответственный потом создаем форму настраиваем маршрутизацию доводим регламент до сотрудников смотрим как она заработала и делаем протоколирование чтобы люди делали наш кусты вот для этого мы рекомендуем делать такую табличку описанием бизнес-процесса у нас будет название цель процесса кто участвует какие шаги есть какие результаты и дальше мы переносим это такую формализацию в парус то есть результаты это будут поля шаблона куда люди должны будут писать к чему они пришли сроки с деньги и так далее маршрутизацию мы будем добавлять людей которые должны шаг за шагом выполнять процесс можем также добавлять людей в доступ и которые должны контролировать если нужно чтобы процесс шел во времени с фиксированными шагами то мы добавим правила и получим управление процессом давайте посмотрим как это происходит системе итак у нас есть форма мы говорим создать формы он нам предлагает какую-то массу форм которые есть там не знаю серым интересовались да вот взаимодействие с клиентами базы можем нажать серым и он нам предложит ее создать вот то есть он покажет что есть шаблон да то есть по какие есть как сделать да и предложить установить опять же этот функционал будет важен только для важно доступен только для администраторов организации если вы не администратор то вы у вас будет возможность только создать форму без шаблона начать все делать руками так что из себя представляет форма значит ну давайте мы например обращение так обращение клиент конь вот есть форма вот видите в ней есть поля то есть какой-то клиент нам написал через почту да то есть какая-то у него ошибка сайт не работает и вот у нас видите в отличие от задачи есть такая огромная часть шаблонная куда мы можем разную информацию добавлять то есть мы можем посмотреть что из такого города был клиент например можем посмотреть кого округа заполнить если для нас то важно можем приложить файлы можем взять там клиенты и серым да то есть вот наша информация можем тип обращения сказать что чуть такое там но чем сайт не работает техническая проблема вот здесь показываются похожие задачи от клиента вот им мы дальше можем отправлять эту информацию дать им отправим то есть вот все у нас информация пошла дальше мы с ней что-то сделать можем посмотреть задачу то где у нас последний будет вот и работает при этом мы можем через форму общаться с клиентом то есть мы можем делать какую-то внутреннюю переписку можем отправлять письмо там клиенту о чем можем использовать для этого готовые шаблоны то есть вставляем готовый ответ там пожалуйста номер вашего заказа все ответка ответ придет клиента задача придет к нам так скоро могут быть совершенно разные да вот эта форма у нас обращение клиента может быть форма серым давайте на нее посмотрим да то есть вот форма серым вот так похоже эту форму уже удалили так давайте другую серым посмотрим так вот другая форма вот мы заполняем организацию то есть давайте вот на примере ручного заполнения например вы хотите заключить договор в пайрус и мы 10 есть поле вот у нас организация да вы область деятельности там айти компания статус там подготовка кп там можем выбрать ответственного с нашей стороны записать сюда контакты отправляем и что произошло задачи задача отправилась по маршруту то есть что-то почему-то он посчитал что это отказ вот значит и вот нас алексей итог должен ее обработать давайте посмотрим а куда же должна идти наша задача мы можем провести настройку формы в рамках шаблона мы можем добавлять сюда поля и настраивать например мы можем хотим добавить сюда поле счет и банк выбираем поле банк вот соответственно и дальше мы выбираем то что должно быть а поля типа организация и банк они интегрировать польки по адреса но тоже будет интегрирована с разными информационными системами организации интегрированы с игр юлом то есть сразу у вас будут реквизиты организации банк интегрирован с реестром банковских организаций сразу у вас будет вытащена актуальный бик и ннс вив там и так далее поле адреса но будет интегрировано с фиасом если вы в россии то у вас будет база адресов поле банк посмотрим как это будет так возник вопрос подскажите как делать проект один папки бухгалтерии участники потом поставить временные рамки например заявка работе совершенно морковь и клиентам на каждом этапе хочешь отобрался одном месте слушайте игорь как-то вот у нас такой очень общий вопрос не знаю как на него ответить давайте я буду показывать потихонечку по формам да вы посмотрите что это отвечает на ваш вопрос и потом как-то конкретизируете да то есть что надо сделать да то есть это вот вы форму какую-то хотите настроить что за процесс то собственно говоря где-то серым ответ клиентам непонятно согласование договоров не очень понимаю вопрос поэтому давайте так сделаем вы сейчас я показываю как работать с формами вы смотрите что из этого подходит и потом конкретизируете хорошо постройка дома ну да можно создать форму для постройки дома то есть и дальше нас настроить как это происходит то есть это кусочек серым да то есть допустим у вас есть постройка дома то есть там допустим у вас есть там какой-то адрес есть адрес вы задаете там что где это будет строиться там да там и дальше мы будем давайте посмотрим как все дело настройки так ну то есть теперь смотрите то есть мы сделали шаблон да и теперь мы хотим сделать так чтобы у нас вот например песня это серым у нас дома допустим вот то что игорь говорит домостроительная организация то давайте посмотрим что кто должен работать я так понял что у нас в зависимости от статуса проекта с проекта с проектом должна поработать бухгалтерия юридический отдел и продажи да то есть а вот у нас отказ ответ на серым такое вырожденное да там отказ только есть ну допустим у нас сначала идет продажа и тут работает например отдел продаж вот потом идет этап например оформление вот и здесь будет работать там бухгалтерия бухгалтерия будет работать он будет отлично вот потом идет там могут эти два человека юристов на работа вот и это оформление юристы потом идет этап исполнения и здесь там будет опять работать ответственно вот пример то есть ответственно например не нужно вот что с нашей задачи происходит мы вот в этой нашей задачи давайте мы заполнен банк куда там и адрес там видите нам подсказывает все вот все есть да то есть вот мы допустим хотим сделать договор отправляем значит здесь и вот у нас задача пошла по этапам маршрутизации здесь у нас правда в директоре по продажам у нас олег клопов который сейчас не на демонстрации поэтому давайте мы этого директора по продажам добавим сюда еще петра образцова чтобы посмотреть на все это дело вот на задача пошла по этапам вот и идет директор продажам что и может сделать директор продажам это вот как раз был вопрос этапа выполнения только через по списке нет а выполнение через по списке а через маршрутизацию мы настроили маршрут вот у нас есть и мы говорим утвердить и отправить вот и у нас задача перешла на следующий этап на следующем этапе есть две роли бухгалтер и юрист когда оба этапа будут пройдены то задача перейдет на следующий этап и так далее при этом у нас утверждение бывает трех типов утвердить прочитанные против даже если у вас будет против перейдет на следующий этап почему так сделано бывает когда у вас групповое согласование то люди они имеют разные мнения и вот если они не смогли договориться то мнение фиксируется системе и задача переходит на следующий этап давайте я сделаю против да и увидим что она будет такой видите красными здесь красные маркеры и решение будет нужно принять на следующем этапе вот соответственно ну вот в сером у вас будет вот такая вот у вас есть цепочка то что игорь спрашивает есть соответственно они все могут коммуницировать задачи внутри писать свои комментарии если у нас настроен с этой формы внешний канал то есть это электронная почта фейсбук телеграм то можно коммуницировать по этому каналу с клиентом и у вас здесь это будет информация в одном месте вся и вот давайте сейчас мы посмотрели на то как настроить маршрутизацию посмотрели на то как настроить поля формы давайте посмотрим на то как работают интеграции вот для этого мы перейдем в форму обращение клиента вот и мы здесь а кстати давайте мы заодно посмотрим как работает механизм обработки через очередь вот значит и если у вас сильного сконагруженная система то с ней работают много людей и распределять задачи то есть становится тяжело потому что несколько человек могут одновременно взять свою задачу и одну задачу и в ней начать толкаться это мешает поэтому есть механизм очереди я покажу как он настраивается в механизме очереди у вас человек увидите у нас все отвлекающие факторы уходят левая панель входящих ушла здесь больше информации и смотрите видите автоматически первая линия поддержки в которой был петр образцов она взяла на себя эту задачу потом я могу ее обработать например отправить клиенту ответ по электронной почте вот и там отправить клиенту да то есть ведь у меня здесь есть электронная почта я отправил зависимости от того куда я отправляю у меня разные каналы то есть я могу написать еще внутреннюю переписку там вот видите здесь у меня ульяна егорова присоединилась наблюдать ли да то есть мы можем с ней вместе обсудить что-то вот потом я могу отправить еще следующий ответ клиенту да там вот что и там когда что-то произойдет я могу беру следующую задачу а вот ну сейчас следующей задачи нет другие мои коллеги обработали это задача будет она попадет у входящих давайте сейчас мы посмотрим как на это все настраивается да то есть у нас обращение клиента обращение клиента идем настройки вот видите здесь есть очередь вот и линия первая линия поддержки соответствую я если эта очередь включена то на следующем этапе я могу добавить в обработку утвердивший этап распределения и тогда когда задача попадает на этап распределения она появляется у меня у входящих и я автоматом когда задачу вхожу и и беру я и перехожу обработку тем самым я не не толкаю с другими людьми это процесс происходит очень быстро так вижу еще вопрос давайте часть мы здесь закончим потом по вопросам пойдем если есть опросы пожалуйста тоже пишите не стесняйтесь это все обратите внимание что бывает с маршрутизации вот как можно организовать эту очередь распределение задач по сотрудникам вот то что здесь есть это один из вариантов другой из вариантов мы сначала задачу вот если у нас не допустим нет очереди то мы говорим что у нас показывает персональный ответственно не назначен задача будет на первой линии поддержки персонально ответственно значим задача будет на нем вот это показывает условия на поле да видите здесь зависимостью типа заявки а заявка может идти по по разным людям то есть она может идти если технический опрос одному как бы они одинаковые технические опрос давайте мы ульяне будет минимум технический опрос например возврата то есть технический опрос то будет идти петру образцову если возврат ульяне и горовой там если пожелание например да там или отмена подписки то будет идти алексей титул вот можно комбинировать условия что вот петр вот если все этот технический опрос не для москвы если технический опрос москве ту не упадет петру образцову то есть но здесь будут разные варианты так значит идем дальше идем дальше здесь настраивается интеграция с каналами то есть какие каналы есть электронная почта да то есть мы можем вводим адрес при этом если письмо пришлось этого адреса то мы можем автоматически заполнить регион казань если пришло новое письмо то мы тоже какое другое поле заполняем чтобы было ясно можно было получить ответ если он здесь мы сопоставляем поля формы и поля из электронной почты на которые пойдет все и здесь есть очень интересная новая настройка создать новую заявку если автор за ответил через какой-то интервал после закрытия зачем это на дело в том что при общении с клиентами они запоминают наш адрес и что делают них возник какой-то опрос они написали мы вопрос решили а потом у них возникнуть следующий опрос там через полгода они нашли последнее письмо сделали на мой репла и сказали ну вот а еще такой есть вопрос и с точки зрения клиента это очень удобно а стоит с нашей точки зрения это нам портят статистику если мы хотим там сроки какие-то налаживать да то вот это нам портит статистику поэтому мы делаем чтобы в этот раз создавалась новая задача для которой статистика считается отдельно так про маршрутизацию сказал доступ и бывают люди которые не да это в основном руководители которые не должны непосредственно участвовать в работе заявок но должны мочь видеть все заявки и здесь у нас есть несколько уровней доступа администратора тот кто изменяет настройки формы видит все заявки создает и редактирует существующий менеджер видит все заявки менеджер части процесса видит только те заявки которых он участвует либо к которым у него есть доступ по условиям ну например если у нас есть там не знаю финн менеджер то он видит заявки где возврат средств тех директор видит заявки где технические опросы так далее участник видит только те заявки которых участвуют и гость это значит он видит только те заявки в которых участвовать либо доступны по условиям и он не видит внутренней переписку он видит только переписку которая идет во мне обычно гости бывают из разных организаций из других и это нужно чтобы вот эти люди они получили доступ к нашим внутренним процессом но при этом не получали слишком много информации следующий момент который мы настраиваем это правило сл и они похожи на настройку маршрутизации только здесь вместо ответственного значается время это может быть общее время решения которое настраивается относительно времени создания заявки это же видите что есть условия 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 и это может быть временной этапе временной этапе у нас этапы могут быть перезапрошены и в зависимости от того ну то есть если вот это время она его назначена заявка создана все эти 12 часов идут то здесь у нас задача может быть пройти на первый этап потом побыть на втором этапе вернуться на первом и вот этот час начнется заново а вот что делать если у нас есть несколько условий да то есть будет выполнено первые условия поэтому вот здесь на самом деле у нас скорее неправильно настроена потому что скорее лучше наоборот настраивать чтобы у нас шло время от меньшего к большему да то есть в таком формате как раз такой учебный вариант чтобы показать как как неправильно вот так правильно тогда у вас если будет частичное совпадение то сначала сработает более жесткое условие так сохранять не будем следующую группу тоже на этом получим значит следующем блоке настраиваются готовые ответы вот готовый ответ можно ставить placeholder который потом заменится названием поле форме вот здесь также могут быть настроены другие интеграции но давайте по ним пробежимся если есть формата вот это мы даем ссылку либо встраиваем сайт и здесь можем это сделать ну давайте посмотрим здесь была форма туда но видите форму закрыли уже да хотя бы пайрус и и делает но говорим что пока вот пандемия пока мастер-классы учились временно так значит что еще так смотрим вопроса на комбане видны этапа маршрутизации то есть если что давайте возьмем форму да то есть у нас есть форма входящие да вот видите у нас здесь видно на каком этапе данная заявка то есть заявка на первом этапе из двух мы вот берем этот сервис диск и добавляем в список например вебинар добавили она добавилась к нему список вебинар не добавилось что такое так добавилось страну серым на п где добавилось он добавилось просто она обновляется значит вот смотрите у нас вот в виде списка здесь будет виден этап маршрутизации на доске у нас уже не будет виден этап маршрутизации ну зачем это надо не очень понятно напишите какую сценарий вы хотите реализовать если чтобы видеть сценарий так при этом я могу перемещать списке этапы это разные вещи хорошо так что значит еще есть в парусе в парусе есть еще объявления вот то есть здесь вот мы можем всем сразу сказать что что-то вот должно быть у нас видите объявление которое для ботов для визуализации продвижения нужно да то есть давайте мы сейчас провязать сейчас проговорю про сводку когда вы смотрите у нас здесь есть объявление которое мы можем дать сразу всем и это объявление будет видно сразу всем сотрудникам и на него не надо будет никаких действий делать давайте вот про сводку поговорим да еще у нас здесь есть два представления это сводка такая визуализация а вот мы спускайся форма большая немножко ждет она нас вот видите вот есть такая визуализация валерий в сводке мы видим сколько задач сейчас сколько не просрочено срок близко просрочено новые за период завершенные за период можем выбирать периоды вот можем смотреть на обратную связь от пользователей вот эти довольные морды и в задачи можем провалиться и здесь у нас будет реестр задач мы потом можем еще раз провалиться посмотреть что в каждой конкретной задачи происходит теперь если мы говорим про сводку да то есть тут был вопрос про воронку продаж то вот воронка продаж по сути да это распределение задач по этапу то есть сколько у нас этап на распределение сколько на обработке там у нас это может быть могут быть этапы там первый контакт кп подписание договора поставка оплата там и так далее вот в сводке мы можем агрегировать информацию по людям по полям типа выбор по справа которые могут нам дать информацию в разных разрезах чем эти внимание для некоторых вот есть здесь где-то написано сейчас где-то написано за период сейчас за период а вот что это означает сейчас это статистика по открытым тем задачам которые находятся в этой форме и сейчас открыт сейчас 33 открытых задач вот и здесь у нас значит клиенты один был сейчас у нас есть одна задача по пайрусу и 606 не указанных я могу сказать а за период могу сказать сейчас да то есть сейчас у нас всего 33 открыто и вот один пайрус там и какие-то другие не указаны вот видите где-то у нас время за период по типам заявки может быть сейчас те которые открыты сейчас и те которые за период те которые были более актуальны за данный период вот ну я надеюсь что валерий у вас визуализации вот это вам поможет вот это у нас то что мы можем сделать со сводкой вот реестр нам показывает табличное представление по задачам да то есть вот у нас 33 34 задачи вот кто-то просрочен кто-то не просрочен мы можем их фильтровать то есть мы можем сказать например посмотреть те задачи которые ждут клиента чтобы вот их сейчас ну да там выйти инициировать коммуникацию можем сортировать по активности по дате создания ну здесь это не очень актуально так сделаете подать создание у нас задачи вот и можем по активности вот у нас немножко поменялось что те которые были более позднее ранее не сейчас поменялись а можно настроить колонки какие-то колонки добавить колонки от поля форма какие-то убрать так тоже можно а можем выигрывать в excel можем выигрывать данные сводки в excel можем выиграть реестр в excel можем выигрывать историю действия по задачам это когда кто утвердил когда то что я сделал вот это нам позволяет потом других системах проводить более детальный анализ также любое представление отфильтрованное можем добавить в избранное но у нас здесь появится и мы можем на него быстро перейти и вот посмотреть мы заполняем форму бюджет заполняем форму счет за оплаты переходим в доску смотрим как это работает вот ну точно так же можем заполнить форму посмотреть реестр форма быстренько посмотреть настройки форм посмотреть вот быстро перемещаемся между группами это нам дает дополнительную скорость так но у нас вот час час прошел давайте посмотрим на самом деле есть довольно много еще нюансов которые можно рассказывать базу мы в общем примерно посмотрели давайте есть какие-то вопросы сейчас если есть то я на них отвечу если нет то тогда я буду рассказывать а что еще делать потому что ну то что я говорил да сначала я рассказывал весь парус за два часа потом рассказывал за 4 за 8 за 16 очень много сейчас система растет и релизы то есть новый функционал добавляется в систему ежедневно так значит да давайте пишите ваши вопросы на которых еще должен быть фокус пока давайте еще немножечко так крупными мазками покажу еще другие возможности которые есть так вот значит смотрите у нас есть возможность на основании документа распечатать форму отпуска вот то есть формировать печатный документ где будут значит поля формы по людям то есть это вот из формы это бы у вас может быть если вы используете типовые шаблоны это может быть договор счет заявление но вот такие вещи значит что еще есть как настраивается настраивается мы идем сюда в настройку вот здесь печатные шаблоны добавляем excel или док файл и в нужных местах где должны быть поля формы ставим доллар название поля да так вот возникают вопросы серым интересует серым это получается и контакт и заявка в одном если по аналогии с битрикс ну вот мне трудно судить аналогию с битрикс да с битрикс они очень работают да то есть ну смотрите здесь ситуация следующая что у вас может можете организовывать по-разному у вас может быть серым у вас могут быть отдельные заявки могут быть отдельные контакты да то есть у вас может быть форма вот у вас есть может быть форма серым да и у нее могут быть под формы заявки давайте мы этот механизм еще разберем то есть допустим у вас может быть какой-то вот форма серым да а вы создаете еще дополнительно какую-то заявку да там не знаю закупка оборудования что вот хочется что-то купить да то есть и вот вы создаете под форму назначение там не знаю общее для какого числа надо купить там да то есть и здесь проект под который вы ведете внутренний проект там ответственность за закупку там какое-то оборудование можно выбрать и отправить соответственно вот у вас будет это вот вы зафиксировали эту закупку в которой вы будете у вас ваши люди будут вести а вот ваша есть основная форма это форма контакта в которой вы ведете коммуникацию с клиентом то есть ну дальше вы решаете где вы хотите вести коммуникацию вы хотите ой что это случилось что-то слетела с фоном вот вы хотите вести коммуникацию либо в в форме значит форме этой карточки клиента либо форме закупки то есть здесь вы настраиваете зависимости от вашего процесса это очень сильно спайрус гибкая система она позволяет нам это гибко настраивать вот соответственно вот такая штука так что еще здесь есть дальше есть с точки зрения серым до чем пользуются люди то есть party crm у нас есть шаблон он гибкий он работающий и значит люди используют его по-разному кто-то фиксирует как crm как просто карточки клиентов кто-то фиксирует заказы кто-то фиксирует какие-то еще дополнительные блоки так секундочку я еще посмотрю может у нас в этом в группе фейсбука и какие-то опросы тоже нет значит crm кто-то фиксирует дополнительные блоки и значит это получается вот ну по-разному да то есть разные сценарии кто-то разбивает crm там на несколько форм кто-то все в одной форме делает тут очень сильно зависит от вашего бизнес-процесса для меня на самом деле стало таким открытием что у нас есть две компании примерно занимающиеся одним и тем же примерно и работающие в одной и той же области с одинаковым оборотом но они бизнес-процессы у них настроены совершенно по-разному вот этот момент он меня как-то немножко удивил но при этом каждый настраивает для себя так теперь значит давайте посмотрим что делать если вы сейчас надеюсь у вас сейчас какое-то понимание системы сложилось да что делать если вы начали работать и где потом искать информацию возникают дополнительные вопросы да то есть сейчас у нас есть такой замечательный слайд вот то есть у нас есть инструменты есть онлайн справка есть блок есть сообщество пользователей пайрус где вот в данный момент тоже идет вот эта трансляция да то есть и тут тоже люди отвечают на разные вопросы я всех призываю в это сообщество вступать вот есть канал пайрус на ю тубе в котором мы видеоролики делаем есть рассылка в которой мы рассказываем что нового появилась системе и есть поддержка в которую можно обращаться чтобы узнать что происходит сейчас у нас на самом деле появился еще один инструмент это онлайн курс пайрус наверное презентацию будет добавить сейчас я его покажу как это выглядит да то есть где то так вот так видео курс вот он базовый курс пайруса да то есть это вот такой сайт на котором есть видео вот и то есть есть видео задания и какая то вот тесты практическое задание вы можете себя проверить поделать практические задания это помогает тоже разобраться в системе вот если какие то вопросы сейчас или мы переходим в финальную нашу стадию подведение итогов вот что сейчас давайте запущу опрос да что сейчас было интересно что было полезно что нам улучшить потому что могут какие то опросы остались еще не отвеченными если какие то конкретные опросы есть давайте мы на них тоже можем сейчас еще ответить так ну я вижу что сейчас наиболее интересно это примеры настройки да тогда вот вопрос каких то есть значит что что значит у нас смотрите на ситуация следующее что поскольку формы разные то то у нас как можно дальше получить то что я сказал что у нас есть вот это помощь да и вот сообществе пайрус там еще есть много вебинаров часть вебинаров она посвящена конкретным процессом есть конкретная винар по серым конкретные вебинара по интеграции конкретные вебинары по документа обороту конкретные вебинары по системам поддержки клиентов если вот нужна такая еще более подробная хочется больше приедала больше примеров по конкретным моделям но это что я говорю да то что мы там в рамках одного вебинара у нас есть значит мы смотрим что вот как настроить такой-то такой-то сценарий как настроить такой-то сценарий да то есть вижу что примеров не хватает ну тогда рекомендации мы могли бы один раз рассмотреть просто форму серым да но форма серым она точно так же вот глубоко если в нее погрузиться она занимает около часа да то есть здесь момент тогда мы не посмотрели канбан доску мы бы не посмотрели аналитику мы бы не посмотрели работу с задачами да то есть и вот как бы было понятно как настраивать серым а тем кто не работает серым было бы непонятно и грустно да поэтому тогда пожалуйста значит тут момент такой что вот если ну есть конкретный запрос то да будет здорово если вы знаете что значит есть инструмент что вы можете посмотреть конкретный вебинар под запрос либо пишите в сообщество пайрус вот здесь либо я либо другие участники группы да они спрашивают мы это обсуждаем как это можно настроить где-то делается настройками где-то делается скриптами где-то делается при помощи каких-то других инструментов да то есть вот видно что какие-то опросы тоже проходят какие проблемы есть вот какие скрика как работают скрипты то есть ну все это такие темы больших моментов давайте тогда если вот действительно интересно какие-то вот конкретные модели задачи решения сейчас остается там буквально еще пара минут напишите пожалуйста какие для вас сценарии какие задачи для вас сейчас наиболее актуальны потому что вот мы делаем мы собираем постоянную информацию я в основном собираю из сообщества пирус и мы там где это происходит что сейчас наиболее актуально чтобы еще хотелось узнать а вот тут вопрос возможно ли прикреплять так 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 возможно ли создавать прикреплять таблицы excel и редактировать группы людей так вопрос был такой ну смотрите вы можете прикреплять google доки да то есть и вот там редактировать одновременно если вы прикрепляете excel то вы будете работать с версиями то есть вы взяли версию выгрузили версию там загрузили новую версию потом так да вот вижу что у нас люди уже хотят присоединиться к сообществу парус отлично добро пожаловать отлично добро пожаловать я думаю что надо интересно именно по отраслям то есть например парус там не знаю там для кредитной организации парус там для производственной организации но тут вопрос такой что вот к сожалению то что я говорил у каждого каждой компании свои процессы Я не знаю, как сделать процесс, который будет одинаковый у всех ивентов. То есть я могу, например, есть процессы, например, бронирования комнат, бронирование залов, это один сценарий, но он есть не только в ивенте. Есть сценарии, которые идут про набор людей, но набор людей у каждого ивента тоже разный. Кто-то набирает 100 человек, кто-то набирает 1000 человек, и там форма разная. Поэтому давайте такая штука, если есть какое-то понимание процесса, пишите в группу Фейсбука, там обсудим. То есть там обсудим, как это можно настроить, как можно сделать так, чтобы вам было удобно. Хорошо. Ну что ж, на этом тогда мы подходим к концу. Большое спасибо за внимание, успехов вам в освоении системы. Если появляются вопросы, пишите в поддержку. А, да, ну, кстати, надо сказать, что у нас есть еще режим такого сопровождения, что если кому-то надо, чтобы его провели за ручку, да, то есть такая опция платная, но, тем не менее, вдруг кому-то это важно, чтобы можно было там пообщаться, там оплатить время и вот вместе с профессионалами решить, настроить ваш процесс. Вот так вот. Так, а вот какие-то еще вопросы появились, я их не вижу. Сейчас, 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 сейчас. Ответим. Так. Здравствуйте, у нас есть сеть магазинов, общение происходит через Телеграм, магазины дают заявки общихозяйственного назначения, как можно организовать поступление задач конкретному человеку из Телеграм. Смотрите, Евгений, значит, здесь ситуация следующая, то есть вы делаете следующее, что у вас общихозяйственного назначения конкретному человеку из Телеграм. Вот этот конкретный чек, я только не понял, он должен быть в Телеграме или в Пайрусе, да, то есть, но вы можете сделать следующее, что вы делаете Телеграм-ботом. Вот, то есть, вот у вас, например, есть обращение клиента, есть обращение клиента, они могут приходить из разных каналов, видите, здесь может быть там из Телеграма, из Вайбера, из ВКонтакте, там, ну, по-разному, может быть, по почте могут быть, вот, то есть, насколько я понял, что у вас есть разные запросы, но хочется, если запрос пришел из Телеграма, то задача бы отправилась конкретному человеку на исполнение, То есть у вас есть разные общихозяйственные запросы, что-то для офиса, что-то из магазинов. Потом магазины пишут через Телеграм. Значит, смотрите, у вас что делается? Создается интеграция, вы создаете в Телеграме бота, пишете там, то есть как настроить бота, это у нас есть отдельная инструкция в помощи. Там вы пишете бот Фазеру в Телеграме, он вам дает огромный ключ. Этот ключ вставляется сюда, появляется интеграция. После того, как у вас вот этот бот настроен, вы делаете автоматическое заполнение полей, что если задача пришла из Телеграма, то источник Телеграм. Таким образом, вы идентифицировали все задачи, которые приходят по каналу Телеграма. Дальше вы в маршрутизацию говорите, что если делаете условия, добавить условия, если источник равно, добавляем правило, если источник равно Телеграм, то это получает возврат итогов какой-то. Так что вот так у вас, Евгений, получится настроить. Вот, Евгений Николаев пишет спасибо. Вам спасибо за внимание. Так, ну, кажется, на все вопросы и ответы дали. Вот, люди потихоньку переходят из режима вебинара в режим реальной деятельности. Ну что ж, большое спасибо, всего доброго. И до новых встреч у нас там, следите за нашими объявлениями на других вебинарах. Продолжение следует...